Добрый вечер! Спасибо, что в этот день хмурый, но тем не менее вы пришли на нашу встречу, которая будет посвящена одному из самых трагических периодов жизни Ленинграда, в Великой Отечественной войне и архитектурной жизни города в эти годы. Традиционно считается, что работа над генеральным планом развития Ленинграда, принятым в 1939 году, была резко прервана с началом Великой Отечественной войны и возобновилась уже только после снятия блокады. Но на самом деле это было не так. Кажется невероятным, но архитектурная жизнь в блокированном городе была достаточно насыщенной. Разумеется, новые условия потребовали от архитекторов кардинально поменять свою работу, свою профессиональную деятельность. И на первый план были выдвинуты оборонные задачи. Многие архитекторы ушли на фронт, кто-то эвакуировался, а вот те, кто остались в блокированном городе, были вынуждены в первую очередь решать оборонные задачи. Однако перерыв творческой деятельности архитекторов был недолгим. Уже с февраля 1942 года начинается работа над проектами будущего восстановления Ленинграда. В мае 1942 года главный архитектор Николай Варфоломеевич Баранов представляет первую докладную записку, где он формулирует основные направления этого проекта. В это же время в городе разворачиваются противоаварийные работы, аварийно-восстановительные, составляются проекты реконструкции отдельных разрушенных домов, отдельных районов, проводятся архитектурные конкурсы, начинается проектирование памятников героям и мемориалов. В феврале 1942 года были созданы 8 архитектурных мастерских, за каждый из которых был закреплен определенный городской район. Конечно, возникает вопрос, почему весна 1942 года? Прежде всего, закончилась первая блокадная зима, точнее, заканчивалась. И необходимо было начинать противоаварийные ремонтные работы для того, чтобы город продолжал жить, продолжал работать. Кардинально изменилась и ситуация с архитектурной практикой в стране в целом. Почему? Потому что это было вызвано первой победой, победой наших войск под Москвой и освобождением первых городов и поселков, которые теперь необходимо было восстанавливать. Поэтому начало 1942 года – это и начало подготовки к восстановительному строительству. И Ленинград не отличался в этом плане от других городов, а работал вот в одном фарватере со всеми архитекторами страны. Ну и, конечно, для ленинградских архитекторов мощным стимулом в дальнейшем для продолжения этой работы послужил прорыв блокады Ленинграда уже 18 января 1943 года. В основе проекта, над которым начали работать в 1942 году, по-прежнему лежал генеральный план развития города, принятый в 1939 году. Но, безусловно, война, разрушения внесли в него свои коррективы. И тогда перед архитекторами, перед руководством города встал принципиальный вопрос – а как восстанавливать? Восстанавливать как было, воссоздавать в полной мере или воспользоваться ситуацией, воспользоваться разрушениями и внести необходимые изменения как в городскую планировку, так и в облик отдельных районов, отдельных зданий, комплексов и ансамблей. И при разработке своих проектов перед архитекторами была поставлена задача не только вернуть былой облик Ленинграду, но и улучшить его. И за основу был взят принцип – сделаем Ленинград еще лучше, еще краше, еще величественнее. И вот здесь надо сказать, что такой же принцип, по сути, лежал в основе восстановления очень многих городов, и не только советских, но и европейских. Кстати, интересно, вот практически ту же самую фразу я последний раз услышала, когда случился пожар Нотр-Дам, и президент Франции Эммануэль Макрон выступал, и он говорил, что мы восстановим собор и сделаем его еще краше и еще величественнее. То есть вот этот пафос, вот это чувство трагедии, утраты, оно вызывает вот это желание вернуть былой облик, но при этом сделать его еще более величественным. В других городах схожая ситуация. А чем же отличался Ленинград, в чем была его уникальность? Прежде всего, самое главное отличие Ленинграда заключалось в том, что в нем все восстановительные мероприятия и работа над проектами по восстановлению началась еще до снятия осады города, до освобождения города. И в этот момент никто не мог планировать и представить себе степень разрушения города и картину объем предстоящих работ даже на самую ближайшую перспективу. Постоянно шли обстрелы, бомбардировки. И вы, проектируя восстановление одного здания, не знали, а будет ли целососеднее, что случится с городом, будет ли штурм, что случится с городом даже на следующий день и буквально через минуту. А в другие города архитекторы, инженеры приходили уже после их полного освобождения. И они видели всю картину разрушений, прекрасно понимали перспективы и могли уже комплексно планировать восстановление. А ленинградские архитекторы, при всем еще планируя восстановление города, параллельно с этим участвуют в разработке внутригородских линий обороны. То есть судьба города была неизвестна, и тем не менее. Но при этом следует отметить, что Ленинград, в отличие от многих других городов, конечно, речь идет прежде всего о центральной части, пострадал не так существенно, как, например, Новгород, Воронеж, Минск, Киев. Поэтому здесь с самого начала речь не шла о создании, по сути, нового города. Речь шла о внесении корректив каких-то изменений в существующий генеральный план, в существующую историческую застройку. И это, конечно, тоже очень сильно повлияло на принятые решения. Первые проекты и начало восстановительных работ в Ленинграде начинались и были связаны с ликвидацией локальных разрушений. Эти локальные разрушения были в условиях сохраняющейся городской застройки. И архитекторы, проектируя восстановление этих домов, должны были учитывать требования окружающей застройки, окружающей среды. И вот среди первых были составлены проекты дома в Кирпичном переулке, там, где сейчас ход в метро Адмиралтейская. Участок улицы Пестеля недалеко от Пантелеймоновской церкви, современный памятник, мемориал Гангутский мемориал. И два дома на Невском проспекте. Это Невский 30, Малый зал филармонии, и Невский проспект 68 на углу с набережной Фонтанки. Принципиальное значение имело также то, что работа над проектами велась внутри самого города. Теми же архитекторами, которые работали над генеральным планом до войны. В годы войны проектные мастерские возглавляли архитекторы Фомин, Катонин, Рубанчик, Баранов, Гурьев, Рубаненко, Баручев, Каменский, Серебровский, Шепелевский. И те из вас, кто занимаются историей ленинградской архитектуры, для вас, наверное, очень многое говорят имена этих архитекторов, с которыми связаны целые пласты проектов как довоенных, так и послевоенных. Но вот, как видите, многие из них тоже родом из блокады. И эти же архитекторы воспитывали и молодое поколение. И вот этим обеспечивалась преемственность ленинградской архитектурной школы. В этом тоже было отличие нашего города. Многие из вас знают, что после победы под Москвой, начала освобождения первых городов и поселков, начинается составление генеральных планов, а затем и проектов архитектурного решения этих населенных пунктов и крупных городских центров. Работа эта развернулась в 43-44 году уже в полном объеме. Но самое главное, что проекты крупных городов, их генпланы составлялись в мастерских академии архитектуры крупными зодчими, такими как Гинсбург, Алабян, Гольц и другими. А в Ленинграде проектировали изнутри сами ленинградские архитекторы. Конечно, это тоже влияло на принятые решения, влияло на стилистику, на архитектурные решения. Ну и, безусловно, влияние на формирование у архитекторов особого чувства города способствовали жизни и работа в условиях блокады. Здесь я дам слово современнику. Игорь Иванович Фомин говорил. Мы прошли через очень тяжелые и суровые испытания, испытания войны, блокады города. И как врач, который лечит больного, возвращает к жизни живое существо, наблюдая за всеми перипетиями его постепенного возвращения к жизни, так мы в Ленинграде наблюдали, чувствовали и жили одним дыханием с нашим прекрасным городом в самое тяжелое время. Мне кажется, что то, через что прошел Ленинград и ленинградцы, заставило нас открыть еще раз то, что есть замечательного в этом городе. И это последнее открытие прекрасного в городе, это и есть то, что сейчас вдохновляет нас, является основным стержнем работы в деле восстановления города. Большое значение имело и то, что с самых первых дней ленинградские архитекторы принимали участие в работе по сохранению памятников. А уже с весны 1942 года и над их восстановлением. Также они всю блокаду вели учет причиняемого городу ущерба, работая в специально созданных для этого комиссиях. И вот это постоянное соприкосновение с наследием, это болезненное переживание ран, потерь, которые наносились городу, но, конечно, все это вело к тому, что хотелось сохранить привычный архитектурный облик, родной облик города, а не радикально изменить его. Все эти факторы в значительной степени определили и направление творческих поисков ленинградских архитекторов, в основе которых лежал принцип преемственности, принцип следования и преумножения ленинградской, петербургской архитектурной традиции. Конечно, безусловный приоритет отдавался традициям классицизма. И это было связано как с общекультурной ситуацией в стране, мы с вами знаем, что в это время архитектура была ориентирована на классическое наследие, но также и с тем, что за образцы были взяты наиболее значимые петербургские памятники, к тому же многие из них были связаны, ассоциировались с победами, славой русского оружия. И вот в этом проявился такой патриотизм, свойственный советскому искусству, и не только советскому искусству в годы войны, поскольку в это время и художники, и архитекторы, и скульпторы обращаются к национальным корням, к своим художественным корням, изучается история региональной культуры, обращаются мастера к региональным и к общероссийским героям, к каким-то даже сказочным иногда персонажам, к подвигам своих предшественников. А для Ленинграда вот этой исходной точкой его истории, его корни – это и была эпоха Петра I, а потом страницы российской истории XVIII-начала XIX века, в том числе, опять же, повторюсь, связаны со славой русского оружия. Поэтому для Ленинграда вот это обращение к классике, оно было не настолько искусственным, как для многих городов, где совершенно неожиданно возникали вдруг какие-то портики и колонны, а по сути это был поиск своей региональной, как мы теперь говорим, идентичности. Ну и, конечно, несложно догадаться, что наиболее ярко акцентировалась связь градостроительной, архитектурной истории Первой Отечественной войны, войны 12-го года, победа в которой нашла такое яркое воплощение в русской культуре и, прежде всего, в архитектуре и скульптуре, в градостроительстве в Петербурге, в столице Российской империи. Владимир Александрович Каменский в 1945 году в одном из своих докладов говорил, вспомним историю Петербурга, которая наглядно показывает, насколько зодчество связано с подъемом народного духа после победоносных войн. Действительно, эпохам выдающихся полководцев Петра Первого, Суворова, Кутузова отвечают периоды расцвета русской архитектуры, в которых с небывалой силой проявился творческий созидательный гений русского народа. И перед ленинградскими архитекторами ставилась задача продолжить эту традицию, не только не уступая своим предшественникам, но и превосходя их, так же, как советские полководцы превзошли в науке побеждать прославленных полководцев прошлого. И будущее восстановление Ленинграда также должно было привести к созданию грандиозных монументов, величественной архитектуры, в которой бы отражалось величие одержанной победы, величие переживаемой эпохи. И вот в этом контексте очень важной задачей, которую ставили перед ленинградскими архитекторами, было учиться у своих предшественников, достигнуть их мастерства и даже превзойти его с учетом величия поставленных перед ним задач. Кто же становился эталоном для ленинградских архитекторов? Зодчий барокко и классицизма, конечно. Растрелли, Росси, Монферран, Кваренги, Воронихин, Захаров. И опять же, я даже перечисляю те имена, и мы с вами понимаем, что это те мастера, которые реализовали очень много проектов, связанных опять же со славой русского оружия, с победами в предшествующих войнах. Но также большое внимание уделялось и качеству рядовой застройки, и, соответственно, творчеству менее именитых мастеров, которые могли ставить свои постройки рядом с творениями великих мастеров и поддерживать вот эту гармонию городского пространства. И это было очень важно, потому что это отразилось на судьбе рядовой застройки. С одной стороны, это ставило определенную планку для тех архитекторов, которые занимались восстановлением или строительством той же самой среды, средовых зданий. А с другой стороны, это ставило очень важный акцент на необходимости восстановления и рядовых построек, и таким образом сохранения среды. Планировали также улучшить и художественные качества зданий, которые не представляли сами по себе какого-то особого художественного или архитектурного интереса. Но при этом входили в ансамбли, окружая какие-то известные здания, сооружения. И вот примером может послужить конкурс, к которому мы сегодня еще неоднократно вернемся. Конкурс проектов восстановления зданий памятников и ансамблей, объявленных в ноябре 1942 года. И в том числе конкурсантам предлагались два адреса. Это улица Пестеля рядом с Пантелеймоновской церковью. Здесь мы видим с вами четыре варианта решения этого пространства. И второй адрес – это Невский проспект 68, угол с набережной реки Фонтанки. Мы тоже видим с вами четыре варианта проекта. И здесь конкурсантам как раз предлагалось не столько восстановить здание, которое пострадало, а принять какие-то решения, которые улучшат градостроительную ситуацию, которая складывается вокруг прославленных сооружений. Например, это или Пантелеймоновская церковь, или вот этот очень важный ответственный участок Невского проспекта, где так много шедевров архитектурных собиралось и собралось. И поэтому важно было очень продуманно отнестись к реконструкции этого участка. Здесь как раз видно, как пострадало здание. Как раз здесь попала фугасная бомба, часть середины здания была выбита. Поэтому одно из решений было таким, как нам кажется, неожиданным, а на самом деле это просто некая фиксация ситуации, консервация, разрушение. Призывая следовать традиции и учиться у предшественников, архитекторов предостерегали от формального заимствования каких-то отдельных элементов прямого цитирования, такой компиляции отдельных архитектурных форм прославленных зданий и сооружений, потому что это считалось прямым путем к эклектике, в то время ужас к эклектике или к увражности, то есть опять же к такому прямому цитированию. Опасность также таилась и в чрезмерности, в чрезмерности, в отсутствии чувства меры, при использовании каких-то декоративных художественных средств. И здесь опять же мерилом служили мастера прошлого, которые, используя довольно простой арсенал средств художественных, создавали прославленные шедевры. И, конечно, мы с вами понимаем, что призывы к сдержанности и правильному распределению материальных ресурсов и художественных средств были, безусловно, связаны и с экономическими условиями, в которых планировалось восстановление. Но эти экономические условия не должны были стать преградой для создания качественной, достойной архитектуры. И здесь я позволю себе длинную цитату из доклада главного архитектора города Николая Варфламеевича Баранова, который отмечал. «В настоящий момент, когда мы увидели анатомию разгромленного Большого Петергофского дворца» – это уже доклад 1945 года – «мы должны были понять, как великолепна была внешность этого здания и как удивительно просто это здание было сделано. Великолепие достигалось минимума материальных средств, умноженных талантом зодчего. Церковь Екатерининского дворца еще больше поражала великолепием и богатством. А когда мы сейчас видим скелет этой церкви, то можем сказать, что стоимость отделки этой церкви, вероятно, ниже, чем стоимость отделки крупного магазина Особторга». Также важное значение в формировании нового облика послевоенного города придавалось индивидуальному почерку архитекторов. Что также отвечало петербургской традиции. То есть вот эта особенность Ленинграда, его гармоничный архитектурный облик складывался из суммы индивидуальностей. Каждый архитектор работал в своей манере, принес что-то свое, был отличим, узнаваем. Но в целом они создавали вот это гармоничное единство. И этого же требовали от ленинградских архитекторов. Обращусь к другому современнику. Валентин Александрович Каменский. «Задача нашей критики не должна состоять в том, чтобы привести произведения наших мастеров к общему для всех одинаковому нейтральному архитектурному облику. Представьте себе, что архитектор Левенсон выслушивает замечания, сделанные по его проекту Никольским, Барановым и Катонином и пробует их все учесть при так называемой доработке проекта. Выйдет никому не нужная нейтральная чепуха, подобная собирательному типу преступника Ламброза, получаемого путем фотографирования на одну пластинку лиц различных преступников. Архитектура наша будет органически полноценной в своем многообразии, в эмоциональных и художественных ощущениях отдельных ее создателей. Очень люблю цитировать современников, были безумно остроумные люди. Таким образом, свою работу архитекторы воспринимали как сотворчество с петербургскими зодчиями XVIII-XIX веков. Требования освоения мастерства предшественников исследования классическим традициям петербургской архитектуры приобретали особое значение еще и потому, что в процессе восстановления Ленинграда предполагалось не только вписать новые ансамбли в исторические контексты, восстановить разрушенное, но и завершить то, что не успели предшествующие мастера, или исправить ошибки, которые исказили облик их сооружений в дальнейшем. В числе таких реконструктивных мероприятий, борьбы за историческую справедливость по отношению к авторским замыслам, исправления исторических градостроительных ошибок, можно назвать проекты расчистки от позднейшей застройки района инженерного замка, расчистка территорий Клинского рынка, реконструкция площади искусств, строительство центрального городского парка, реконструкция застройка Мытнинской набережной, создание новых площадей перед Смольным, у Финляндского вокзала, на месте Андреевского рынка, мы эти все проекты, многие из них потом увидим, устройство прямого въезда на Охтинский мост, реконструкцию территории бывшего ипподрома и многие другие проекты. В основе некоторых проектов реконструкции лежали нереализованные проекты и градостроительные замыслы архитекторов XVIII-начала XIX веков. Вот так, например, при реконструкции площади перед Смольным в основу проекта застройки Западного фронта, мы видим с вами Смольный, Пропилеи, и вот эта часть должна была быть полностью реконструирована, и вот здесь мы видим один из проектов. В основу вот этого замысла был положен замысел Баженова по созданию комплекса Смольного института, набережные. Вот здесь архитекторы считали особо важным следовать петербургской традиции оформления, архитектурного, градостроительного оформления петербургских набережных. Прежде всего, набережные Невы. Это проект 1943 года, проект создания Центрального городского парка и реконструкции Мытнинской набережной. Или, например, проект реконструкции комплекса у Финляндского вокзала. Реконструкция Арсенальной набережной, как в этом проекте, так и в проекте Баранова, на самом деле является, по сути, такой репликой площади декабристов. И, собственно, авторы об этом и писали. Также, чьи еще идеи планировали воплотить в жизнь? Например, архитекторы Квасов и Захаров, которые предлагали развивать город с выходом к морю. Их идеи нашли свое воплощение в проекте выхода города к заливу путем создания целой череды систем архитектурных ансамблей вдоль Малой Невы, поскольку выход в Большой Неве был закрыт, и, собственно, до сих пор закрыт производством, и развитием западного побережья, западного оконечности Васильевского острова. Также изменения должны были коснуться и нескольких ансамблей, которые были созданы по проектам Росси, облик которых также планировали приблизить к авторскому замыслу. Например, при реконструкции Апраксина двора, это проект архитектора Тверского 1942 года. Мы видим реконструкцию площади с выходом на Садовую улицу. При этом еще планировали пробить улицу, которая бы повторяла улицу Зодчего Росси. И вот здесь должна была быть проложена улица симметричная, чтобы была такая очень уравновешенная симметричная композиция. Также планировали реконструировать площадь искусств с установкой памятника и такой архитектурной связью с Михайловской улицей, с выходом на Невский проспект. То есть тоже создание такой очень гармоничной, лаконичной композиции. Предложение Петра Ивановича Трубникова по реконструкции площади Островского предполагало использование проекта Росси. Ну сейчас вот здесь гостиница, а вот планировали построить вот такое здание. Своеобразным проявлением вот этой тенденции по исправлению исторических ошибок и завершению замыслов Зодчих стали проекты восстановления гостиного двора. Это тоже конкурс, к которому мы неоднократно вернемся, конкурс ноябрь 1942 года. И вот среди представленных проектов были предложения, например, по восстановлению облика здания до его реконструкции в 1880-х годах проект архитектора Гликина. Мы с вами видим, когда убиралась вот эта эклектичная отделка, купол становился более таким классическим и соразмерным. Или вот, например, такое интересное предложение архитектора Рубанчика приблизить здание к облику по нереализованному проекту Растрелли. И вот здесь я специально на этом слайде поместила две башни. Вот мы видим башню, выполненную по проекту Растрелли, и вот мы видим башню, выполненную по проекту архитектора Якова Осиповича Рубанчика. Вот такая интересная ретроспективная реконструкция. Для улучшения планировки и застройки Ленинграда, а также для создания новых архитектурных ансамблей и градостроительных комплексов, конечно, предполагалось использовать образовавшиеся в результате бомбардировок, обстрелов и разбора на дрова участков городской застройки, повреждения, нанесенные историческим ансамблем, а также уничтожение значительной части застройки целых районов, таких как Старая Новая Деревня, Большая Охта, Автова, Удельная, Гавань и другие. В ряде случаев для этого улучшения архитектурной ситуации предлагалось отказаться от восстановления и исторических построек. В частности, новое архитектурное градостроительное значение должно было приобрести здание Андреевского рынка, которое значительно пострадало в результате бомбардировок, и значительная часть была разрушена. И вот, пользуясь этими разрушениями, предлагалось полностью комплекс не восстанавливать, а на этом участке создать площадь районного значения с административными зданиями. И что очень важно, по оси этой площади проложить прямой въезд на Благовещенский мост. Таким образом связать напрямую площадь труда с Большим проспектом Васильевского острова. А вот сохранившиеся части, не пострадавшие в результате бомбардировок, планировалось отреставрировать и использовать по прямому назначению, то есть для торговли. Одной из форм подготовки к этим работам стало проведение архитектурных конкурсов, которые развернулось в конце 1942 года и продолжалось до конца войны. Первый из архитектурных конкурсов по теме «Монумент защитникам Ленинграда» был организован Ленинградским отделением Союза архитекторов и являлся ленинградским туром, объявленного в сентябре 1942 года конкурса союзного на проекты монументов, посвященных Великой Отечественной войне. А вот второй конкурс, о котором мы с вами уже неоднократно говорили, был объявлен в ноябре 1942 года Союзом архитекторов совместно с отделом по охране памятников и был посвящен составлению эскизных проектов, восстановлению художественно-исторических зданий, памятников и ансамблей Ленинграда, пострадавших в результате артиллерийских обстрелов и бомбардировок. Конкурсантам предлагались три адреса, три объекта, гостиный двор, который очень сильно пострадал в результате обстрелов, а сильнее всего пострадал в марте 1942 года от пожара, участок улицы Пестеля у Пантелеймоновской церкви, где попаданием фугасного снаряда была разрушена часть дома 11 по улице Пестеля и уничтожен особняк двухэтажный, который стоял перед ним, у торца, и дома 68 на углу Невского проспекта и набережной Фонтанки, который также пострадал в 1941 году от прямого попадания фугасного снаряда. И здесь мы с вами видим состояние памятника разрушенного, а вот справа это проекты победителей. Помимо этого, во второй половине 1942 года Союз архитекторов и отдел охраны памятников ввели работу над объявлением еще одного архитектурного конкурса, даже целой серии конкурсов, предметами проектирования которых были Апроксин двор, мы с вами видели один из проектов, участок Машкова переулка рядом с конюшеном ведомством и площадь Конетабли у Михайловского замка. Но уже на этих примерах мы с вами видим, что со временем характер архитектурных конкурсов меняется, и от проектирования отдельных зданий постепенно переходит к проектированию отдельных районов, ансамблей довольно крупных участков городской застройки. В 1943 году Союз архитекторов последовательно объявляет творческие соревнования на разработку эскизных проектов реконструкции части Суворовского проспекта, в то время советского. Затем через месяц, этот конкурс в апреле был объявлен, через месяц на составление эскизных проектов реконструкции международного современного Московского проспекта на участке от Технологического института до обводного канала. Позже, в сентябре, был объявлен конкурс на реконструкцию Мытненской набережной. В 1944 году состоялся конкурс на составление эскизных проектов архитектурного решения углов пересечения Кировского проспекта с проспектом Максима Горького, Каменностровского и Кронверского современных, и пересечения международного Московского проспекта с 5-й Красноармейской улицей. Предложения архитекторов были самыми разнообразными, но мы с вами уже успели это оценить, даже на той небольшой части, которую мы увидели. И некоторые из них могут показаться современному зрителю чрезмерными, радикально меняющими облик привычных нам архитектурных объектов, ансамблей, участков застройки. Но здесь очень важно, что значительная часть этих проектов и не предполагалась к реализации буквально согласно проекту-победителю. Это были конкурсы, прежде всего конкурсы идей. Необходимо было вообще понять принцип будущего восстановления, реконструкции, что делать, реализовывать ретроспективные замыслы, как, например, предложение архитектора Рубанчика по реконструкции гостиного двора. Или допустимо, возможно, принять какие-то остросовременные решения, проработать различные варианты, в том числе и планировочные отдельных участков. Значительное место в архитектурных конкурсах военного времени, конечно, занимала мемориальная тема. Но это отдельный большой сюжет, которого мы сейчас с вами коснемся только вскользь. Тема подвига, тема триумфа должны были найти воплощение в создании монументов, мемориальных комплексов, первые замыслы которых возникли у ленинградских архитекторов уже в конце 1941 года. Не зря наша сегодняшняя встреча называется «Проекты 1941-1944 года». 6 декабря 1941 года в Академии художеств проходила защита дипломных проектов. Это была последняя защита, после которой Академия была эвакуирована. И среди выпускников был Моисей Ваксер, который представил проект парка-памятника героической обороны Ленинграда. Точнее, сначала он работал над проектом реконструкции части отдельного парка в Царском селе. Но после того, как у него погиб друг на Ленинградском фронте, Моисей Ваксер поменял свой замысел и предложил вот такой мемориальный памятник. Вот эта дипломная работа Моисея Ваксера, который умер от истощения 4 февраля 1942 года в блокадном городе, этот проект стал первым проектом памятника героям, который был создан в блокадном городе. И также он послужил таким прообразом парков победы, которые были устроены в Ленинграде уже после победы в 1945 году. По окончании учебы Моисей Ваксер был принят в аспирантуру Академии художеств. Его научным руководителем стал Александр Сергеевич Никольский, который в это время также приступил к работе над мемориальными сооружениями. И он писал, что вот идея этих мемориалов возникла у него в процессе работы над проектами агитационно-массовых сооружений. А эти агитационно-массовые сооружения – это конкурс в начале декабря 1941 года. Таким образом, по сути, эти проекты тоже могут быть, по крайней мере, их замыслы датированы концом 1941 года. И вот что Александр Сергеевич писал в своем дневнике 8 января 1942 года. «Я задумал серию памятников, памятных точек боев за Ленинград. Такой в полной смысле пространственный коллективный памятник в боях на подступах к Ленинграду. Главный объем – доминанта, а кругом него – памятные точки, сателлиты, с характерными чертами рода войск и оружия, выраженными в архитектурных формах. У меня есть наброски огневой точки, батареи, зениток, танков, аэродрома и так далее». Работа ленинградских архитекторов над монументами и мемориальными комплексами продолжалась всю блокаду, продолжилась уже и после Победы. Предполагалось возвести серию памятников на передних рубежах обороны, а также построить грандиозные мемориалы, триумфальные сооружения в самом городе. И вновь источником вдохновения для очень многих из них послужили исторические памятники, возведенные в память прошлых побед русского оружия. Большинство, конечно, из этих памятников тоже остались на бумаге, но тем не менее за основу они были взяты. И вот эта идея создания такого ожерелья памятников, задуманная Александром Сергеевичем Никольским, по сути ее продолжение можем считать, например, «Зеленый пояс славы». То есть все эти идеи можем отнести еще к концу 1941 года, к периоду блокады. Все эти мероприятия, о которых мы с вами говорили, должны были способствовать реализации главного принципа, положенного в основу восстановления Ленинграда, сделать его еще более красивым, еще более величественным. И, безусловно, это предполагало не только следованию сложившихся градостроительных архитектурных традиций, осуществление и развитие каких-то ретроспективных замыслов, но и создание города, отвечающего всем современным требованиям. обеспечение лучших условий жизни ленинградцев, которые заслужили это своим мужеством, героизмом, выносливостью в годы Великой Отечественной войны и блокады. И вот реализация всех этих замыслов, она рассматривалась не только как социальная, но и как творческая задача, принципиальная творческая задача, которая стояла перед архитекторами, как одно из отражений, один из способов отражения героики в архитектуре. Вновь передаю слово современнику Валентину Александровичу Каменскому, который говорил в 1944 году в одном из своих докладов. «Наши бойцы, проходящие сейчас с боями по бедным маршам по Западной Европе, побывав за границей, увидят много нового, увидят благоустроенное, комфортабельное жилье. И наша задача состоит в том, чтобы обеспечить наших воинов удобными, комфортабельными квартирами, в которых они смогут получить настоящий отдых. Героика войны должна найти свое отображение. Но только ли в том, что мы на каждом фасаде будем рисовать военные доспехи? Нет, это не так. Героика может быть отражена не только в создании монументальных памятников, а и в создании квартиры, где бы человек мог хорошо отдохнуть. Это тоже есть одно из отображений героики по существу». Мне кажется, довольно смелая цитата в 1944 году говорить про то, что сейчас наши воины пройдут по Западной Европе, и увидят комфортабельное жилье. Но вот тем не менее, причем он это говорил ни один раз и ни в одном докладе. Ну, значит, можно было. Такая задача по использованию разрушений для создания современных комфортных городов ставилась и при восстановлении не только в Ленинграде, и не только в Советском Союзе, но и в разрушенной Европе. Там также предлагали не механически восстанавливать то, что существовало до войны, а использовать сложившуюся ситуацию для того, чтобы улучшить планировочную структуру города, реконструировать жилой фонд, решить вопросы благоустройства, решить вопросы городского хозяйства и многие другие. И даже вот такие известные примеры, которые у всех на слуху, как, например, исторические центры Варшавы, старое место, или исторический центр французского города Сан-Мало, которые были вот так скрупулезно воссозданы. По сути, это воссоздание фасадов, воссоздание некой объема, рамки, но внутри при этом создавались уже современные квартиры, современные дома. В процессе восстановительных работ предполагалось также и Ленинград превратить в город, который отвечал бы всем современным требованиям. Модернизировать и транспортную систему. Это, кстати, учитывалось в архитектурных конкурсах уже в 1942-1943 году. Например, при составлении проектов реконструкции Мытнинской набережной учитывалась транспортная увязка этого района с другими районами городскими. Также важное место занимали вопросы внутриквартальной планировки, создание крупных современных кварталов, комфортных. Также реконструкция восстанавливаемых домов, создание современного комфортабельного жилья. Но надо признать, что значительная часть этих задач была на самом деле поставлена еще и довоенным планом. Это были те же самые проекты и газификации, и строительство новых транспортных развязок, и строительство метрополитена, улучшение районной планировки и так далее. Но вот теперь, пользуясь военными разрушениями, появилась возможность внести эти изменения. Также одной из крупнейших задач стало и развитие малоэтажного строительства. И в связи с этим в сентябре 1944 года был проведен ленинградский тур конкурса на создание проектов типовых малоэтажных жилых домов, на которые было представлено всего 42 проекта. Значительная часть проектов, выполненных в годы войны, не получила практического осуществления. Некоторые из них были реализованы лишь частично. Многие грандиозные замыслы, особенно относящиеся к началу войны, конца 1941-1942 годов, как мы с вами говорили, носили концептуальный характер и, по сути, были нереализуемы на практике. Но, тем не менее, многие из них легли в основу последующего проектирования. Что-то осталось на бумаге, что-то сделали частично. И вот, может, сейчас мы с вами посмотрим на карте некоторые точки, проектирование которых или начиналось, или завершалось в годы войны. И вот сейчас, проходя по городу, мы с вами не всегда знаем, не всегда понимаем, осознаем, что современный облик эти районы, эти здания получили в том числе и благодаря проектным работам периода блокады. Ну, прежде всего, что же было реализовано? Ну, наверное, самые яркие примеры – это дом в Кирпичном переулке, где сейчас организован вход в метро «Адмиралтейская». Это проект 1942 года, реализованный практически на 100%. Это дом на Невском проспекте, дом номер 30, малый зал филармонии. Тоже было несколько вариантов, но проект, который был реализован, это тоже проект 1942 года, доработанный уже в 1944. И вот, кстати, интересно, вот эти два дома в Кирпичном переулке и на Невском 30. Дело в том, что, и это сохранилось в воспоминаниях современников, как бы мы сейчас сказали, апробация проектов проходила очень необычно. Были сделаны фальшфасады, были сделаны фанерные фасады, которые закрывали разрушенную часть, и на них в натуральном размере были показаны проекты. Помимо того, что это закрывало картину разрушения, это давало еще архитекторам возможность оценить правильность их замысла. И вот, например, если вы видите вот такую фотографию, дом в Кирпичном переулке, а он при этом датирован, снимок датирован 1942 или 1943 годом, вы думаете, не может быть. Его начали восстанавливать, в конце 1944 начались работы, но это 1945-1946 год. А вот это на самом деле на фотографии фальшфасад. То, что мы с вами видим, это декорация. И точно такая же картина была на Невском проспекте, дом 30, и Невском проспекте 68. Тоже есть фотографии. Вблизи, когда вы начинаете присматриваться, вы даже видите, где вот эта граница этой декорации. Ну и, конечно, тут для исследователей хороший такой вопрос для датировки. Можно запутаться окончательно. Что еще было установлено практически один в один по военному проекту? Гангутский мемориал. Это проект ноября 1942 года. Архитектора Валентина Александровича Каменский. Этот проект был подан вне конкурса, поскольку конкурс был заказной. Но, тем не менее, проект был рекомендован к приобретению. Было всего два проекта. И вот один из них, доработанный, был реализован. Там было несколько очень схожих вариантов. Например, планировалось сейчас там установлено ваза, а были варианты с установкой обелиска или установкой памятника. Ну и несколько отличались вариации оформления самой мемориальной стены. Но принцип остался прежним. Также в годы войны, уже работа началась в 1943 году, была расчищена Кленовая аллея. Нам сейчас с вами трудно это представить, но Кленовая аллея раньше доходила до Инженерной улицы, а дальше этот кусок был занят постройками. Там был жилой дом, там были сараи. Часть этих построек была разобрана на дрова, а часть была разобрана уже позже. И даже планировали снести то здание офицерского корпуса, которое сейчас закрывает перспективу на Михайловский замок, но затем от этой идеи отказались, поскольку каждый метр жилой площади, каждый квадрат площади был на счету. Но, тем не менее, раньше вот так мы с вами бы не могли обогнуть здание офицерского корпуса и так торжественно подойти к замку. А мы бы с вами преодолевали еще целый ряд мелких построек. Была сделана Охтинская прорезка. Вот как раз сегодня мне довелось с утра оказаться в районе Смольного, как раз выходя из троллейбуса. на Тульской улице, я об этом вспомнила, как вот все сегодня связалось, что раньше не было прямого въезда на Охтинский мост. Улица доходила до Новгородской улицы, а дальше выход к мосту, к набережной, перекрывали постройки двух предприятий. И вот этот транспорт, соответственно, обходил по Лафонской улице и по Смольный проезд, по-моему. А прямого выезда не было. И вот опять же, вот эта Охтинская прорезка – это проект 42-го, 43-го даже года. И более того, ее начали строить в 43-м году, потому что в 43-м году стали разбирать вот эти постройки, и началась подсыпка въезда на мост. И, кстати, это не мои фантазии, а это документы для подсыпки вот этой площади, вот этого перехода к мосту, использовался битый кирпич и щебень от Знаменской церкви на площади Восстания. Нам сейчас это сложно представить, но раньше Боткинская улица доходила только до улицы Лебедева, и дальше к Финляндскому вокзалу она не проходила. И вот со стороны, при подходе к Финляндскому вокзалу тоже все было занято застройкой, и там не было площади, которую создали уже после снятия блокады, когда началась реконструкция в конце 43-го, в начале 44-го года реконструкция района Финляндского вокзала. Также это замысел 43-го года, устройство площади перед Финляндским вокзалом в том виде, в котором оно существует сейчас. Тогда же был проектирован Финляндский вокзал. Другой вопрос, что в дальнейшем при проектировании высота башни была уменьшена в два раза, и архитектура значительно изменена, но, тем не менее, сама идея вот этого ансамбля относится к 43-му, 44-му годам, так же, как и реконструкция арсенальной набережной, которую значительно расширили, реконструировали, и, по сути, она справляется даже и с современным транспортным потоком. Что было реализовано частично? Реконструкция Суворовского проспекта. Там создавалась целая цепочка парадных площадей. Но, к сожалению, не все это было реализовано, а где-то, может, и к счастью, потому что это все, конечно, повлекло бы за собой определенные сносы. Но, тем не менее, в годы войны, уже в 43-м году, были объединены две площади – площадь Растрелли и площадь Диктатуры. И была создана вот та самая большая площадь, которую мы видим с вами и сейчас. Это был замысел создания городской площади, не уступающей по размерам Красной площади в Москве, поскольку все-таки значимость Смольного. Там должны были проходить какие-то торжественные мероприятия. А кроме того, архитекторы писали, что когда вы подходите к Смольному, к штабу революции, памятнику архитектуры, и смотрите на него, вы видите великолепные ансамбли. А когда вы поворачиваетесь на 180 градусов, вы видите ужасные задворки. И поэтому вот эта идея реконструкции площади, хотя идеи были еще и в довоенном плане, но в полной мере проектирование началось в 43-м и продолжилось в 44-м году. Другой вопрос – что не было реализовано? Эти две площади, слитые в одну, должны были перетекать в следующую площадь, потому что проектировался мост через Неву, собственно говоря, Орловский тоннель – это продолжение той же самой идеи. И вот перед этим мостом должна была быть организована еще одна площадь. Вот это не было реализовано. Ну и также застройка, конечно, уже значительно отличалась от того, что было задумано в 43-м, 44-м годах. Была создана площадь на пересечении Суворовского проспекта и 6-й Советской улицы. Это тоже проект 43-го года. Пользуясь разрушением домов, была расширена 6-я Советская с раскрытием площади. Но сейчас облик изменился, потому что восстановлен храм. А вообще изначально там планировалось создание тоже такой очень торжественной площади с установкой в центре памятника, памятника Некрасову. Мы видим с вами еще один такой фрагмент реализованного проекта. Это площадь революции, Троицкая площадь. Но на самом деле это только маленький фрагмент нереализованного плана по созданию Центрального городского парка, который должен был протянуться, вот начиная от набережной Невы, включая ансамбль Кронверка и практически сливаясь в дальнейшем, выходя на Мытнинскую набережную и переходя затем в комплекс садов, парков, ЦПКО. И вот это все должно было стать таким оформлением, зеленым оформлением нового выхода города к морю. Потому что если Васильевский остров, его западная конечность оформлялась торжественно, с набережными, бульварами, с выходом к морю и такой прогулочной зоной, то вот здесь создавался такой зеленый, даже не ожерелье, а такой пояс. Территория вокруг Финляндского вокзала. Не все было выполнено по проекту, задуманному в 43-м и доработанному в 44-м, 45-м годах. Но это было связано также с ленинградским делом и с вынужденным отъездом главного архитектора этого проекта Николая Варфоломеевича Баранова. Но, тем не менее, многое удалось реализовать. Как я уже сказала, был сделан съезд Сохтинского моста. Другой вопрос, что площадь при съезде Сохтинского моста должна была получить парадное оформление, а в результате она была выполнена только частично. и не получила всего того великолепия и гармоничного облика, поскольку были реализованы только отдельные здания. Что не было сделано? Наверное, даже больше, чем было задумано, не был реализован проект реконструкции гостиного двора, отчасти только. Не был реализован проект реконструкции ипподрома. Это территория, где сейчас расположен театр юного зрителя. Как я уже сказала, не была организована площадь у Смольного, еще одна площадь. Не был реконструирован. Самое главное, что по-другому совсем не были реализованы грандиозные замыслы по реконструкции гавани и устройству выхода застройки, оформления вот этого морского фасада. Но еще целый ряд проектов, который остался только на бумаге, но при этом очень многие проекты, что существенно остаются актуальными до сих пор. Например, тот же самый проект Тучкова-Буяна. Это проект 1943 года. И, кстати, сейчас, когда шло обсуждение строительства парка Тучков-Буян, постоянно апеллировали архитекторы как раз к этим проектам 1943-1944 годов. То есть проект не устарел и по-прежнему актуален. Создание морского фасада. Проект до бесконечности, обсуждаемый, начиная еще с довоенного времени, с генерального плана 1939 года и до сих пор. Сейчас в том числе и в связи с набывными территориями. Территория Апраксина-Двора по-прежнему актуальна и по-прежнему обсуждается. И здесь, конечно, могут рассматриваться и предложения архитекторов 1942 года. Постоянные проекты по реконструкции или улучшению площади Восстания. То же самое. Проект актуален до сих пор. Реконструкция гостиного двора. Безусловно, не архитектура самого контура архитектурного, сколько попытки создания некоего общественного пространства внутри. А надо сказать, что практически все проекты конкурса 1942 года не предполагали сохранение застройки гостиного двора, который там существует до сих пор. Практически все предлагали создать там то, что мы сейчас называем общественным пространством. Это мог быть торжественный монумент, как, например, в проекты «Победители». Такая мемориальная зона. Это мог быть прямо античное решение площади с общественными пространствами, пропеллеями, каким-то амфитеатром. То есть идея по-прежнему бродит в головах архитекторов. Недавно реконструированный Андреевский рынок. То же самое. А идея-то возникла еще когда? В 1944 году. Район Михайловского замка, который, начиная с 2000-х, опять реконструируется, опять ломаются копья вокруг сооружений, сноса каких-то зданий или сооружения новых. То же самое. Вопрос по реконструкции этого района стоит еще с 1943 года. Мы уже говорили про территорию площади Островского, Аничского дворца. В свое время там построен театральный зал при дворце пионеров. Вот совсем недавно построено новое здание отеля, которое потом было реконструировано, приспособлено под офис Газпрома. То же самое. Мы с вами вспоминаем проект архитектора Трубникова. Территория вокруг Смольного. И недавно обсуждаем тот же самый Орловский тоннель. Проекты постройки музея блокады. То есть, опять же, вопрос архитектурного, градостроительного освоения решения этой территории. Ну и, конечно, все эти проекты актуальны в связи с реконструкцией отдельных зданий и сооружений. Вот мы с вами говорили, как похожа была судьба у двух зданий на Невском 30 в Кирпичном переулке, так у них судьба похожа была и потом, потому что оба здания были реконструированы при строительстве метро. И, опять же, вот тот же самый Кирпичный переулок недавно был реконструирован. Недавно был реконструирован дом на Невском проспекте 68. В общем, на самом деле, вот эти все проекты, с одной стороны, кажутся чрезмерными, экстремальными, фантастическими, а тем не менее, а идеи-то до сих пор живы. А какие-то идеи могут быть, какие-то крупицы могут быть использованы, пусть вот не так дословно, вспомним, от чего предостерегали архитекторов в годы блокады, от цитирования, от прямого заимствования, а скорее использование этих предложений как некие идеи и изучение вопроса. И поэтому, конечно, вот этот период, он не теряет своей актуальности, кроме того, что, конечно, очень важно его изучать еще и потому, что, и когда сама с этим столкнулась, меня вот поразило, что в большинстве исследований по архитектуре, как строится, вот вы читаете, как развивалась история ленинградской архитектуры. Вы подходите к 22 июню 41-го года, и вы читаете фразу, все было прервано, и следующую страницу вы открываете, это уже 44-й год, и все время казалось, ну как же так? Ведь здесь такая активная архитектурная жизнь, и, конечно, очень важно этот период изучать. На этом я закончу для того, чтобы еще выслушать ваши вопросы. У нас осталось немного времени, поэтому, пожалуйста, если есть какие-то вопросы, можете их задать. А как, по-вашему, уместно ли сейчас говорить о наличии у нас в городе Ленинградской архитектурной школы? И второй вопрос, что, по-вашему, помешало реализовать те проекты, о которых вы сказали, ну большую часть этих проектов, в тот момент, когда они были разработаны, ну или впоследствии? Спасибо. На первый вопрос я очень сильно затрудняюсь ответить, поскольку, конечно, большое видится на расстоянии, сейчас так сложно судить об этом, что даже те архитектурные критики, которые занимаются, очень внимательно следят за современной архитектурой, ломают копии и не могут понять, есть все-таки у нас своя школа или нет. Поэтому я тут не возьму на себя такую смелость, хотя мне кажется, что, по крайней мере, ну что-то все-таки своеобразие у нашей архитектуры есть, скажем так. Что касается, почему не были реализованы, это я могу сейчас еще рассказывать полтора часа, но на самом деле факторов несколько. Конечно, ленинградское дело, потому что вот и тот же проект финляндского вокзала и другие, еще целый ряд проектов, они были вполне реализуемы. Но вот все перипетии, которые случились и с архитекторами, и с отношением к городу, они, конечно, так немножко вот этот пафос, они заставили вот немножко понизить градус, да, вот этого пафоса. Но на самом деле эта история не только ленинградская. И вот этому посвящены исследования замечательного ученого Юлии Леонидовны Косинковой. У нее есть большая хорошая монография, которая просто вот читается не специалистами очень легко и буквально вот от корки до корки хочется ее прочитать. И она как раз объясняет, почему не были реализованы проекты, например, в том же самом Сталинграде, Севастополе, очень сильно повлияла экономика прежде всего. Потому что все, конечно, здорово, вот эти все пропеллеи, замечательные торжественные проходы, монументы. Но в тех условиях это было нереализуемо. Кроме того, это и масса различных ведомственных. Одно дело, что придумал архитектор, другое дело, как это видится уже при реальном строительстве. То есть когда нужно быстро строить жилье, то, конечно, уже не до каких-то невероятных фасадов. Недаром вот потом архитекторы критиковали себя в том числе и друг друга, братьев по цеху, за то, что продолжалась вот эта традиция застройки лицевых фасадов, когда на дворы не хватало уже ни энергии, ни сил, ни ресурсов. Но при этом делались вот такие парадные фасады. То есть здесь целый клубок каких-то факторов и политических, и экономических. Кроме того, конечно, было понятно, что вот все эти замечательные торжественные сооружения – это скорее идеи, это вот такие почти утопии. Хотя очень многое потом было реализовано. И вот мы с вами видим здание на Московском проспекте, мы видим застройку проспекта Стачек. Вот, пожалуйста, проект «Победитель» на Невском, 68, та же башня. Очень-очень много факторов, которые в основном сводились к экономическим и политическим. Я хотела бы в дополнение к вами сказанному спросить. Мы только что видели проект «Победитель» здания «Невский 68» с башней, но он не был реализован. Вы сказали, вот как раз Стачек проспект, там это где-то что-то похожее возникло. А почему все-таки на Невском тот дом так и не построили, а возобновили тот, который был до войны, вот с этими фигурами на фасаде там? А его не возобновили. На самом деле там был совсем другой дом, такой вот, как мы сейчас с вами проходим по Невскому, и даже не всегда, да-да-да, я понимаю, вот этот с двумя колонками. Указанная компания в середине, а по краям-то он стоял, и эти фигуры мы видим. Да-да-да, там, по сути, как маска. Вот сейчас это мы говорим о Невском 68, и он, если его смотреть, вот то, что называется цепочка плана, то вот фасадная стена, она, собственно, такая осталась, в плане такая же. Только середина дома была реконструирована, и был сделан вот этот вот большой портик с двумя колоннами, за которые нещадно ругали архитектора. Если почитать критику, как рубанчик-архитектор, разносит этот проект вот как раз за эти колонки. Вот этот проект из победителей, вот был реализован, а практически ни один и не был реализован из победителей, проектов победителей. Вот в итоге потом все-таки вернулись к такому классицистическому облику, поскольку сочли его более уместным на Невском, чем вот эта башня, которая служила, да, по сути, репликой зданий. Собственно, почему репликой зданий были… Хотя они были запроектированы на том же Московском проспекте. На самом деле такие здания с башнями были запроектированы на Суворовском, на Международном, на проспекте Стачек, то есть очень-очень много где. Здесь решили вернуться вот к такому более классическому, традиционному зданию. Но почему это какие-то… Да может быть даже и к лучшему. Я вот смотрела на… Мы смотрели все на проекты восстановления гостиного двора, так и хорошо, что ничего не реализовали, оставили вид гостиного двора, как он есть. Старинный вид вот этот вот. Вы знаете, я вас понимаю, да. На самом деле я всегда очень тревожусь, когда я демонстрирую вот эти иллюстрации. Почему? Потому что мы судим с позиций нашей. У нас уже такое более, как сказать, градоохранительное мышление. Для тех людей очень многие здания не воспринимались как ценность, а в других ценностью воспринимались только какие-то определенные элементы. Кроме того, безусловно, 42-й год. И почему мне кажется… Ну это мое суждение, может я и не права. Почему именно такое решение? Потому что ровно в это время проходит вот этот самый московский этап конкурса создания первых монументов героям Отечественной войны. И вот одно из решений – это реконструкция здания, которая на тот момент сгорела в значительной степени. Поэтому да, мы сейчас с вами думаем, слава богу, что не сделали. Но с другой стороны, это конкурс идей. Что поделаешь? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!